Я не знала, я это тот же. Вот мне вот это. Вот это вот. Что-то как-то у нас сегодня совсем не идёт домашнее задание. Лежи, пиши палочки. Сегодня я попросила Лику написать примеры. Лика, конечно, оторвалась, да. Покажи, Милана, какие Лика тебе примеры написала. Смотрите. 50 плюс 5 плюс 5. Понятно, что это легко, но для... Ребёнка, который ещё только через год пойдёт в первый класс. Ребят, вот я решила это. Милана решила, да, но всё равно Лика оторвалась, конечно. Вот, я решилась. Милаш, ну что-то ты стала калякуле-малякуле писать. Почему такая грязь, Мил? Ты раньше аккуратненько писала. Я мог всё размазать. Не надо замазывать. Вот Лика научила это замазывать. Мазюк. Я не учила, я наоборот её рукаю за это. Милан, не надо, дай я покажу. Уже не надо так вот. Посмотрите, вот раньше вот Миланка вот так вот, прям аккуратненько. Вот у неё уже выходной три дня был. Милан, она три дня ничего не делала. Сейчас вот калякуле-малякуле и то с трудом. Ребята, знаете, мы давно делали рисунки. Так, я тебе вообще про примеры, а ты мне про рисунки, Милан. Свой деревья. Это дали на дерево, это моё дерево. Не смотри, там по фени, по феничатке. Профессия? Дальний цветочек, это мой. Лика, когда маленькая была, вспомнила по карусели, любила смотреть фиалки, да? Вот этот мне реши, восемь плюс два. Милан, восемь плюс... Десять. Десять, пиши, всё. Мы вышли наконец-таки на прогулочку. Идём гулять. Ребята, вот и так я могу быстро оденеть. Давай, только не шлёпнись. А теперь два. А-а-а! Бух! Ребята, вот и так, вот и так, вот и так. Мама, я приказываю, если она работала. Качели? Милан, качели сейчас холодные и мокрые. Вчера целый день снег. Мама, можно не наглее почистили? Нет, милаш, никто там не чистил качели. Пойдём. Так что идём гуляем. Наконец-таки вырвались. У неё прям тепло у нас, плюс шесть, солнышко. И мы выше чуть-чуть погуляем часики. А можно так и в одном сипеде покататься? Ну да, можно, кстати, было бы самокатик взять и велик. Но велик как-то прохладно, да, прям вот? Можно. Можно, а на самокатике спокойно можно было бы покататься. И мы не взяли. А почему-то мы не взяли, да. Такие ёлочки. А пойдёмте вот сюда. Я думала, вот так. Ну вот так, вот так, пойдём, по-моему, где-нибудь. И маму туда можно... Ну пойдёмте, так. Пойдёмте. Какая разница? Какая? Спать хочу. Спать хочешь? Спать хочу. Ай! Спать хочу. Ёлочки. Только туда не иди, Мила. Видишь, грязно. Такие ёлочки здесь. Красота. А кто-то писал в комментариях, что уже там практически до плюс 20, я не помню в каком городе. В Сочи знаю точно, что плюс 16, плюс 18 уже. Уже солнышко греет. Думаем, что нам делать насчёт Сочи. Бабушка нас приглашает в гости поехать в Сочи в апреле месяце. Но никак не решится вопрос насчёт контрольных. Потому что улики все контрольные. Такие, знаете, график плавающий. То есть нужно согласовывать с преподавателями. И вот две контрольные, они как бы вот пока в подвешенном состоянии. Мы, наконец-таки, уже дошли до дома. Сейчас поставили чайник и будем кушать. У нас блинчики. Почему-то мокрые. Почему-то мокрые. Не мокрые, устало вам всё. В общем, устало, Милана. И купили вот такой вот махеев джем. Мы, кстати, частенько берём. Папа наш обожает вообще крыжовниковый джем. Это крыжовниковый? Да, и мы сейчас ещё, кстати, будем делать шашлычок. У нас размораживается мясо. Пока попьём чай, согреемся. А потом будем делать шашлычок. Шашлычок будем делать на шпажках. В общем, покажем вам. А ещё я купила, выбрала вот такой вот соус. Не знаю, мы его ещё не пробовали. Тоже махеев. Хочу очень попробовать. С лимонным соком. Постный. Постный. Потом решили попробовать вот такой кетчуп. Пряные травы с кинзой. Мы, кстати, такой ещё не пробовали. Вот его как раз-таки хотим к шашлычку. А мне кажется, что это будет лучше к шашлычку. Нет, вот этот. Пряные травы с кинзой будут вообще супер просто. В общем, попробуем ещё вот такой кетчуп горчичный. Ну и взяли. Я, конечно, не ем, если честно, майонез. А что это такое много? Но у нас все его любят кушать. Я обожаю. Ой, Алика довольная с конфетками. Взяли конфетки к чаю тоже ещё. Разные фрукты в шоколаде. Да, я хочу через шоколад. Там и инжир. И, кстати, инжир появился раньше. Мы просто брали инжир в шоколаде. А сейчас появился инжир с грецким. Глазурь. Да, и с грецким орехом. Я обожаю. С инжиром. С инжиром. С инжиром. Это не инжирный. А, финики. Спорят. Вот инжир с грецким орехом. Это не появился, это уже давно было. Нет, раньше был просто инжир в шоколаде. Просто вот это вот прям точно новинка. И это тоже. Так, я сделала чай зелёный с лимоном. И будем сейчас все пить чай. Милана, кстати, попросила с облепихой. С облепихой надо её сделать. Наш шашлычок замариновали. Тут специальный соус, майонез, чеснок, и вот такой вот соус соевый классический добавляем. Получается очень вкусно, очень. И сколько нужно ждать? Можно поставить минут 20. Но если есть время? Можно, лучше всего, конечно, поставить на ночь в холодильник. Это вообще будет нежнятина. Нежнятин. Смотрите, какой аппетитный шашлычок получается. Сейчас мы его пожарим чуть-чуть. Практически не как на мангаль, да? Почти, да. Но тоже смотри на шпажку. Кстати, есть специи в дымок. Ну, я не люблю, не знаю. Не, не надо, не хочу. Это милый шашлычок. Смотри, какой аппетитненький. Нет, это вот сейчас с двух сторон обжаривать, а потом? Ну, в духовку, в духовку, в духовку, чтобы запеклось. А потом в духовку, то есть мы в двух сторон обжариваем, а потом еще в духовку минут на 20. А гарниру, наверное, макароны, да, тварь? Мы салат сделаем, там, с огурцами со сметанкой. Лега сюда, салат. Вот такой получился наш шашлычок аппетитный. Мы еще сделали лучок. Это что осталось? Да, это что осталось. Лучок сделали с уксусом и зеленью. И Лика делает салатик. Ну, уже сделала. Заправим сметанкой, перчик, соль. Нет, перчик не будем, да, добавлять? Молотый. Лика не любит перец. У нас Миланка не любит зелень, Лика не любит перец. А молотый, черный. Так вот и посолить не забыть. Миланка смотрит мультики, как всегда. С рыбой. И рыбу, да, Милана не любит. В общем, такая вкуснятина. На ужин всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. В общем, можно, оказывается, шашлычок делать, не выходя из дома, когда плохая погода. Не обязательно ходить на улицу, мангал, костер разводить. Пересолила. Нормально, Лика пересолила салат. Так, я хочу сейчас сделать маску для лица. Вначале сделаю скраб. Такой вот скраб. Я про него уже рассказывала. Прям он очень мне понравился. Это я не в магазине покупала, а в интернет-магазине. И довольно вот этой фирмой. А знаете, что скраб после нанесения, в общем, такой холодок оставляет. Ну, прям приятные ощущения. И очень хорошо отшелушивает, очищает кожу. И потом сделаю, наверное, вот такую вот масочку после скраба. Это маска с глиной. Белая глина, если не ошибаюсь. Сейчас разбираю еще все масочки, что у нас есть. Уже нужно, конечно, тоже будет закупаться. Недавно купили вот такие вот эспоносочки. Релакс-терапия. И я, кстати, к 8 марта купила в подарочек несколько таких. Здесь масло макадамии, масло шеи, экстракт пчелиного маточного молочка и листьев чайного дерева. Экстракт герани, экстракт розмарина. Я лично люблю такие вот носочки. Разный клиент в основном часто покупаю. И беру, знаете, с собой даже в дорогу, на море когда едем. Это очень хорошо выручает. Потому что в основном после песочка ноги начинают немного, ну, кожа грубить. И вот такие носки вообще просто выручают. Периодически дело. На самом деле, я смотрю, не очень много. Есть еще вот такая вот маска. Тканевая. Экстракт арбуза. Ну, вот такую же брали маску. Кстати, пробовали. Очень пахнет арбузиком. Вот такая, знаете, ближе. Корейская, кстати, маска. Ну, как бы ее можно и сейчас мы будем пользоваться. Но вот такие масочки, я имею в виду, нужно купить к лету. Прям, знаете, аромат лета. Такой арбуз. Очень приятный аромат. Ладно, масок у нас там еще пару масочки есть. На самом деле, надо закупиться уже масками. Обожаю делать различные масочки. Больше люблю, конечно, не тканевые. А вот такие вот маски. Кстати, сейчас я вам покажу, что за цвет. Видите? Глина. Такой цвет маски. Слушайте, ну, маска классная. В общем, сейчас я буду заниматься очищением кожи. На этом наш влог подходит к концу, ребята. Всем до завтра и всем пока-пока.